Племянник бывшего президента Казахстана через месяц пребывания под стражей подарил государству пакет акций Казахтелекома. Экс-главе КНБ Кариму Масимову продлили срок ареста. Задержанные во время и после январских событий и пережившие издевательства в полиции говорят, что дела о пытках не сдвигаются с мертвой точки. Здравствуйте, это Азатык, итоги недели. Компании Кайрата Сатыбалде племянника Нурсултана Назарбаева передали государству более 28% акций Казахтелекома. Национальной компанией и монополистов в сфере цифровых услуг. Причем передали по договору дарение, об этом заявило правительство. По какой причине находящийся под стражей с марта текущего года Сатыбалде безвозмездно отдал акции государству? В правительстве не сообщили. Более 24% акций отдала компания Skyline Investment Company, зарегистрированная в Люксембурге. Еще почти 4% – Алатау Capital Investment. Обе компании связывают с Сатыбалде. Он находится за решеткой с 13 марта. Родственнику Назарбаева вменяют злоупотребление положением и хищение средств Казахтелекома. Не ясно, позволит ли передача пакета акций стоимостью более 200 миллионов долларов избежать Кайрату Сатыбалде тюремного заключения. Известно, что Сатыбалде подозревается по другим эпизодам. Ранее антикоррупционная служба заявила, что выявила хищение со стороны подконтрольных Сатыбалде компаний, в частности, владеющих подъездными и железнодорожными путями. Власти говорили также о проверке причастности племянника президента к преступлениям, цитата, «подрывающим безопасность государства». Кайрат Сатыбалда – сын ныне покойного младшего брата Назарбаева. Работал на госслужбе, был заместителем Акима столицы, занимал руководящие должности в нацкомпаниях. После кровопролитных событий января многие из семьи первого президента потеряли свои должности. Некоторые под стражей. Так, по подозрению в рейдерстве и нанесении ущерба государству задержана бывшая супруга Сатыбалда – Гульмира. Под арест отправили Кайрата Боранбаева, свата старшей дочери Назарбаева – Дереги. Его подозревают в хищении средств в квази-государственном секторе. Кроме родственников Назарбаева, после январских событий под стражей оказались и некоторые лица из ближайшего окружения первого президента. Бывший глава КНБ Карим Масимов – четвертый месяц в СИЗО. Его задержали вслед за тем, как протесты переросли в беспорядки, а подразделения Комитета нацбезопасности в смутные дни бездействовали. Сотрудники оставили рабочие места. На этой неделе онлайн-ресурс, созданный в поддержку Масимова, сообщил о летальной опасности здоровью бывшего чиновника, написав, что он по заключению врачей нуждается в освобождении по гуманитарным соображениям. Сайт Масимова пишет об ишемической болезни сердца. Бывший премьер-министр, экс-руководитель КНБ в свое время часто появлялся на публике в спортивном образе. Он катался на велосипеде, бегал марафоны, увлекался лыжным спортом. 14 апреля власти сообщили, что срок пребывания под стражей продлен до 6 мая. Масимова и трех его бывших заместителей подозревают в государственной измене и попытке переворота. Экс-главе КНБ инкриминирует также коррупцию. Еще одного бывшего подчиненного Масимова Самата Абиша, племянника Назарбаева и брата вышеупомянутого Кайрата Сатабалде, официально просто отстранили от должности первого зама председателя КНБ. Власти заявили, доказательств причастности Абиша к каким-либо преступлениям нет. Задержанные во время и после январских событий утверждают, что подверглись в полиции и изоляторах жестоким пыткам. Но эти издевательства остаются безнаказанными. Прокуратура сообщила о получении сотен жалоб на пытки. При этом подозреваемыми по уголовным делам проходят лишь 9 человек. Меня самого по лбу стволом раз 10 ударили в автозаке. Говорят, у нас есть разрешение, мы сейчас пойдем вас убивать. Вы не люди. Косай Маханбаев и еще несколько алматинцев рассказали о затыку, об ужасах, которые пережили в следственном изоляторе. Многие в ходе январских событий получили ранения. Их доставили в больницы, но спустя несколько дней полицейский спецназ вывез их прямо из больничной палаты в СИЗО, не дав долечиться. Это январь месяц. Нас голыми положили на бетон и начали на нас буквально танцевать, можно сказать так. То есть бить ногами по голове, хоть куда, вот куда им вздумается. Спустя три месяца виновных не установили. Дела о пытках в стране очень редко доходят до судов. О безнаказанности пыток в Казахстане говорится в докладе Государственного департамента США о ситуации с правами человека в мире в 2021 году. Авторы доклада обращают внимание на нарушения гражданских свобод, политически мотивированные преследования, дискриминацию по различным мотивам. Правительство Казахстана, по мнению составителей документа, ограничивает граждан возможности критиковать руководство страны. Власть сконцентрирована в руках президента. Судебная система зависит от исполнительной ветви. В стране процветает коррупция. Независимых журналистов и неугодных властям людей прослушивают и преследуют. Выходящих на неразрешенные властями митинги задерживают. В докладе упоминается и прием кетлинг, который неоднократно использовала полиция во время мирных протестов. Спецназ удерживал в кольце участников митингов, не предоставляя им в течение нескольких часов возможности исправить естественные нужды. Россия в четверг потеряла флагманский корабль Черноморского флота «Ракетный крейсер Москва». Предположительно, судно было поражено украинской ракетой. Возник пожар. Оно утонуло при попытке буксировки. Эксперты называют это серьезным ударом по российскому флоту. Верховная Рада на этой неделе признала действия российской армии в Украине геноцидом. Президент США Джо Байден тоже использовал слово «геноцид» применительно к действиям Москвы в Украине. После освобождения нескольких украинских городов мировая общественность смогла увидеть масштабы разрушений и доказательства о военных преступлениях. Москва причастность к ним отрицает. У нас на этом все. Но обязательно посетите наш сайт и страницы в соцсетях. Информация там постоянно обновляется. Это были итоги недели. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok